И еще одна почти медицинская тема с 25-го. Житель микрорайона Владимир Бедник вынужден просто лежать и медленно умирать от истощения организма. А все от того, что в профильных учреждениях ему отвечают. В больнице мест нет. В отделении сестринского ухода тоже. Эта квартира уже давно не запирается. Доступ открыт любому желающему, но далеко не каждый сможет в нее войти. Удушающий запах гораздо хуже, чем в грязном общественном туалете. Уже больше месяца хозяин квартиры не встает и все нужды справляет под себя. А давно вот такая ситуация? Давно он лежит? Ну, месяца два лежит точно. А сколько вы вот когда начали обращаться в СОБЕС? А я до Нового года еще обращалась в СОБЕС. Я везде звонила, и в соцзащиту, и заявление написано. И качки вот эта, которая за мной ходит, я тоже парализованная. Я же не могу ходить тоже. Вчера понервничала, меня СМС чуть не паризовала. Я это, Катя, 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 ну сделай, человек лежит, умирает. Я говорю, сделай. Соседка Лидия Васильевна, его случайно хватилось. Раньше, говорит, дверь на площадке хлопала, а теперь тишина. Вот и зашла вместе с работницей из соцзащиты посмотреть, жив ли. В таком состоянии они его и застали. То, что здесь иногда кто-то бывает и даже еду порой приносит, видно. Но, судя по плесени, последний раз это было слишком давно. Звонки Лидии Васильевны в отдел соцзащиты и в больницу ни к чему не привери. У пострадавшего есть дети, но они пьющие, к отцу приезжают только за пенсией. В больнице мест нет, и причин класть его туда тоже нет. Состояние стабильное. То, что человек потихоньку умирает, так от старости все потихоньку умирают. А от того, что под себя ходят, еще никто не умирал. А регулярный прием пищи, опять же, вопрос не к врачам. У меня есть телефон, защита депутатов позвонила. Вот только пришел Юра, а то все туда-сюда. Я и врачу звонила, и куда только не звонила. И ничего, так лежит и все. Ну нельзя же над человеком так издеваться, какой бы он ни был. Он брошенный, все, он парализованный. Вот бросили бы меня, я такая же вылежала бы. Скорая-то приезжала вчера. А толку-то? Они посмотрели, уехали, мест нет в больнице. И все. И уехали. Приходили также со соцзащиты. Приходили, люди смотрели, видели. Ну а дальше этого дела так и не пошло. Направление терапевта сейчас ждем. Как будет направление терапевта. Попытаемся устроить логопатиты. Участковый терапевт появился как раз во время визита телевидения. И сразу направился к пациенту и принялся за осмотр. Сегодня поступил ко мне вызов на Комсомольскую 1, квартиру 12. Где мужчина парализованный лежит, себя не обслуживает. Жила нуждающийся в срочной госпитализации по соцпоказаниям. Истощен, да, требует медицинской помощи, санитарной помощи. Несмотря на такое заключение, срочной госпитализации могло бы и не случиться. И в больнице, и в отделении сестинского ухода врачи упорно твердили, что мест нет. И только после фразы о том, что рядом депутат Совета депутатов и телевидение, сказали в визите. Скорая подъехала быстро. Субтитры создавал DimaTorzok